МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы она покрасила ограждение этой самой контейнерной площадки. Тот самый случай, когда лучше не стало, но, безусловно, стало как-то по-другому. Теперь есть все. И мусор, и лохматое ограждение, сверкающее свеженькой краской. Несколько дней тому назад ровненько на этом самом месте у первого подъезда дома номер 20 по льва Шатрова у пермяка Николая чуть машина под землю не провалилась. Обошлось, впрочем, малой кровью. Одно-единственное колесо провалилось, но яма под асфальтом была порядочная. Сегодня это место огорожено заборчиком, и даже повесили соответствующий знак. Мол, обходи и объезжай, товарищ, здесь ведутся работы. Вот только работ что-то как-то не видно. Есть заборчик сам по себе, есть дом, дорожки, а специально обученных парней с инструментами не видать и не слыхать. Вот такая история. Мы боремся за безбарьерную среду. Мы боремся за то, чтобы люди на колясках могли попасть куда им удобно. Вот, пожалуйста, пандус у одного из магазинов на улице Тургенева. Представьте себе, что это коляска. Интересно, как тут подниматься? А главное, поднимаешься и упираешься в стену, в стекло. Дальше ехать некуда. Спускаться примерно тем же затейливым манером. В общем, благодеяния из серии лучше уж совсем бы ничего не делали, чем сделали так. Телезрический кадр дня у нас сегодня от Евгении Вовиной. Все слышали выражение «Рояль в кустах», пишет Евгения. Ну, а жители поселка Новобородовский не только слышали, но и видели. Вот так это выглядит. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного сообщения получит подарок от нашего партнера мебельного дисконцентра «Наша фабрика» на Целикамской 271А. Это складной стул для кухни. Задумали обновить мебель? Покупайте в рассрочку без первоначального взноса и переплат. «Наша фабрика» – мебельный дисконцентр на Целикамской 271А. Реально низкие цены. Подробности у продавцов-консультантов. На этом Игорь Гиндис и Валерий Шикунов заканчивают свою сегодняшнюю работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Но на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!